всем привет это я такая кудрявая талия мой спит сейчас пришел сын одной клиентки она опять болеет бабушка моя но знаете как болеет она говорит всех медиков прошли ничего не нашли может говорит это что-то псих психологи психическое психологическое в общем что-то связано с психикой и вот говорит как только она узнала что в общем она у нее говорит сил нету но ей уже 80 лет конечно но она такая бабушка вы знаете где не да вообще здесь такие бабушки что им не дашь 80 там лет даже 90 они выглядят все намного лучше лучше как раз комментарии прочитала какие женщины в испании как бы я особых различий таких не знаю может быть просто европа такого-то конкретного прям различия между нами и испанками я не вижу тем более я говорю про юг испании я я не я не знаю какие на севере говорят более европейские люди больше блондинов светлой кожи а на юге вся смесь с арабами много темнокожих мужчины маленькие низенькие по сравнению с нашими вот с русскими вот а женщины все почти темно темнокожие блондинки но если только делают мили милирование или краситься и вот какие женщины здесь готовят ли они или что как бы два поколения есть поколение которым 50 60 которые не работают в основной своей части они 50 нет 60 по 60 70 наверное которые не работали вот ну не работали на официальных работах работали мужья они дома работали у всех было по очень много детей там 67 человек и вот они занимались домашним хозяйством у нас на юге вот именно вот на нашей в нашей зоне почти у всех есть земля и сейчас есть ну по наследству передалось своим этим и у всех почти свое дело какой-то бизнес ну бизнес знаете какой ресторан отель и вот все работали в этих ресторанах отелях вот и но знаете как у многих женщин которым сейчас вот по 70 80 лет нет пенсии потому что они все работали неофициально вот и вот живут за счет пенсии там своих мужей за счет отложений недвижимости раньше не знаю жили богаче скажем так всех были земли у всех были много домов вот знаете даже мои клиентки как рассказывают у них дети вот учат учились в школах да потом они просто ехали в гранаду покупали квартиру лишь для того чтобы их дети могли учиться в гранаде не снимать на не на съемной квартире жили она своей собственной и вот у моих клиенток у многих есть квартиры в гранаде и вот потому что их дети учились вот что и чтобы было где жить они покупали гранад квартиры представляете и сейчас такого вообще даже об этом мы мыслей такой нету вот то есть жили нормально и вот тогда женщин они не работали и сидели дома занимались хозяйством сейчас же нет сейчас все женщины почти работают у кого есть работа с работы конечно труба сейчас но и муж и жена работают все готовят ли они еду до готовят из моего окружения все готовят и очень хорошо готовят сейчас кстати больше поколения заботится о своем питании есть потому что испанская кухня это много жира все много жареной рыбы в масле вот так вот еще приплавает к жареной картошка который вот плавает в этом масле вот но потом с другой стороны много салатов ту же эту жареную рыбу едят с салатами свежими вот готовят мне кажется мне нравится испанская кухня мне все блюда нравятся кроме конечно суп пюре из это из тыквы но мне просто тыква не нравится вот а так вот я даже с клиентками разговариваю по поводу еды очень много разного еды разных много рецептов рыбы вообще они очень много готовят и вот все вот эти вот как ну я ставлю испанскую еду как бы могли бы заметить но сейчас уже идет знаете какая-то как смесь европейской еды с испанской вот чисто испанской там паэлья фидуа много всякой еды кто говорит что типа здесь нет еды просто просто не не общался с людьми чисто испанскими наверное у нас так как основная тема когда я укладываю кого-то это еда потому что спроси любую испанку что ты будешь готовить и все она на полчаса уходит в рецепты просто тебе рассказывает что почем как и что готовила поэтому да они здесь готовят выходные многие собираются семьями вот у меня тоже многие клиентки либо едут на дачи вот говорю у каждой семьи почти есть земля они там у себя строят дачи и вот едут они туда делать семейный такой такую еду вот мои родственники кстати тоже ездят то на одну дачу то на другую дачу мы чтобы муж говорит чтобы делать никому плохо никуда не ездим я дачи не очень люблю и делают там либо паэлью либо барбекю все это готовят все вместе в общем вот так вот кто говорит что там они не готовят или выходят выходные потапом в рестораны там едят вот либо ну так вот чтобы сидеть дома тупо смотреть телевизор в моем окружении такого практически нет никто не сидит дома вот ни в моей ни у родственников ни у клиентов ни у знакомых никто не сидит дома с телевизором все либо идут встречаются с родственниками и на семейные ужина обеды там все ну там переходе знаете обеды в ужин вот выиграют в карты что они там еще делают очень много разных развлечений вот что еще сказать испанки за собой ухаживать ухаживают ну вот это вот наращивание ресницы у нас нашей зоне такого нет то ли из-за жары то ли еще чего знаю многие делают лифт лифтинг по моему да ну забивание ресниц покраска лифтинг многие делают мне кажется это из-за купания в море и все такое жара все эти ресницы в одном просто свалятся вот как вот в россии я увидела все с ресницами поголовно здесь очень редко встретишь женщину с нарощенными ресницами очень редко вообще крема да любят на себя наносить разные крема разные там не знаю там всякие маски все это наносится все это ухаживается всякие знаете вот эти ботоксы и волки не так как в россии здесь все как-то более проще более натурально да нету женщин с такими губами я у моем окружении вообще нет людей кто сделал себе губы вообще нету таких людей кто сделал ботокс нет таких только вот русские наши делают всякие какие-то уколы и кожа кстати у них нормальная знаете не знаю может быть просто привыкшая у нас вот у европейцев кожа вот у меня например сухая и поэтому морщины появляются на только на раз-два-три у них может быть более другая кожа жирная или что-то но морщин есть конечно но как бы они не придают этому значение там там морщина вылезла да и хрен с ней там надела я там чё надела то и надела пошла там мне нравится и все и никто не будет там на тебя смотреть и осуждать как-то или что-то вот что еще рассказать про женщин женщин вот такие нормальные открытые люди вот даже больше знаете как можно свободно поговорить с незнакомыми людьми не знаю даже как все мне кажется здесь намного проще все намного проще как-то более открыто конечно все всякое может быть как бы ну как везде в общем как-то так просто говорю мне мне уже так настолько все это вот за 16 лет как бы так все и да как будто так и должно быть вот но когда я в россию ездил да мне меня как бы не удивило как-то было непривычно видеть многих всех девушек с нарощенными ресницами при макияже здесь летом особенно никакого макияжа ни у кого нету но если так вот говорю лифтинг ресниц сделает и небольшие стрелочки на накладки все она ложит и все нормально вот так вот как я встал причесался зубы почистил по мою морду и пошел украшать мир включила телев посмотри послушать про ситуацию в стране насчет вируса а там ничего слова не говорят говорят сейчас знаете про что рыба просроченную где-то продавали и вот там прикрыли эту лавочку и смотрят откуда чего в общем раскручивают откуда чего идет как это так просроченную рыбу даже не тухло просто по моему не срок годности истек а нет или что-то другое еще в проверить ничего не говорят нету его пропал баре суп из фрикаделек картошку же добавила фрикадельки такие маленькие-маленькие пену снимала она все равно видите остается немножко и добавлю вермишельку и такой вот обычный будет супчик там много них делала точнее уже даже не помню сто лет такой суп не делала никаких лука ни зажарки ничего не буду делать кстати в испании тоже есть такой суп называется сопаде альбонтикас а вот и все супчику похлебаю лето вообще супа никакие не охота ну вот что-то вот вчера увидела фарш и так хочу смотрите на эту красоту кто любит такой суп признавайтесь а пока суп настаивался я тут салат забацала из баклажан по-азиатски кто такой любит мой обожаю что-то вспомнила что у меня есть баклажан и он чуть-чуть теплый салат он должен настояться так что вот так так скорее всего на завтра будет салат у меня а на сегодня вот супчик такой с фрикадельками всем приятного аппетита а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Мальчик, значение этого слова, они видно, что играются, и ему кричатся, как представляете, откуда марокканский мальчик знает это слово? Добро пожаловать на наш канал! Уточки вот там гуляют, смотрите, уточки по зернышку кудах-тах-тах Отвлекли! А сейчас вон, довольный, бегает, да? И ничего, даже ему нравится так вот идти тут между черемоями Прохладненько, либо тогда, конечно, день сильно уменьшился, потому что я раньше приходила прям, ну как, начинала только темнеть, а сейчас уже прихожу На улице темно, около десяти ночи Все, лето, ах, лето Уходит от нас Ну и хрен бы с ним, скорее бы, знаете, что хочу? Чтобы ушло и лето, и осень, и зима Вот Хочу, чтобы прошло все этот, весь этот кошмар И уже был какой-то, как это, выход И чтобы мы не входили уже без вот этих вот всяких новых средств одежды Я иначе никак не могу назвать это Это просто для меня новая, как, не знаю, одежда Ой, народ, одежда народ Зимой будет хорошо, зимой, когда ветер дует, прям Мы всегда укрываем носы и рты шарфами Вот, у нас теперь есть чем укрывать Ужин готов Начинается монтаж Вот, в душ сходила, кремами намазалась Все по стандартной схеме Вот, попрощаться включилась Видите, у нас уже темно Тазик с одеждой, как всегда Я его перед тем, как, я белье перед тем, как уходить сняла Сейчас надо утро забрать Чарли отдыхает, ему жарко Вот, ну и все, друзья Завтра праздник, яблочный спас Вот, и, блин, забыла, какой праздник ему Господний, когда Иисус явился В общем, с праздником вам, друзья Всего самого лучшего Завтра нужно отдыхать, ничего не делать Но работа есть работа Как говорится, это простительно В общем, до завтра И всем пока-пока В то же время В тот же час Просто вот та машина Она не уезжала И она так стоит неправильно То есть между нами Никакая машина больше не влезет Я-то вроде как правильно встаю Вот так что меня не надо обменять Это вот эта машина стоит неправильно Видите, мужу повезло Мою тудымс Его судымс На мое место И все Все идеально и просто Мою тудымс Мою тудымс